Музыка Футбол, есть футбол и он не ждет, когда кто-то отдохнет, а когда кто-то восстановится. А кто-то, может быть, и вдвойне тяжело играть, поэтому надо выходить и играть. И мы это учили в подготовке именно к этому матчу, что «Динамо» будет уставшим. И все силы бросили только на один результат, на победу. Получилось. Музыка Одна из главных причин – это, конечно, команда участвует в Лиге Чемпионов. Каунус. И такое соревнование каждому тренеру хочется, чтобы оно быстрее пришло. Ну и в любом случае, конечно, чисто такие, как у нас говорят, меркантильные интересы, что ли. В любом случае, если человеку предлагают лучшие условия, то я думаю, что... Я думаю, что в любом деле не хватает стабильности. Стабильности политики клубной, стабильности основных спонсоров, стабильности основного состава. Ведь каждый год у «Торпеды» новый состав. И поэтому где-то все это вот вместе. Каждый год новый спонсор, каждый год новый состав. Практически каждый год получалось, что и тренер меняется. Поэтому где-то вот из этих вроде бы казалось мелочей. Это не мелочи. И концовка всегда... Естественно, еще и... Мы все знаем, что концовки чемпионатов, они имеют... Немножко оттенок... Сами знаете, какой. А дадут возможность байдачному общественность, журналисты, руководство лепить команду не два, а четыре года. Шесть лет дадут, никто не даст. Потребует результат в любом случае. Возьмешь ты ли молодых, возьмешь ли стариков, все равно будут требовать результат. Это так можно говорить. Вот, давайте создавать сборную. Это потом забудется все. Через пару игр скажут, или хорошо, или плохо. Плохо, а давай другое. Хорошо, ну вот. Мы правильно посоветовали байдачному. Поэтому в любом случае результат все равно будет стоять на первом месте. И будут тренеры требовать результат. Да, как бы там ни писали, ничего, все равно все будет упираться в язык. С Каунусом мы съездили на Содружество и там дошли до полуфинала. С Кунта проиграли. До апреля я работал в Каунусе, а потом поступило предложение из Запорожья. И, в общем-то, учитывая, что чемпионат Украины это все-таки уровень наиболее, более высокий, чем в Литве, то я решил, принял решение туда поехать. То есть, может быть, где-то и скоропалительно так пришла моя такая мысль, чтобы поехать. Но сейчас можно говорить, что жалел, не пожалел. Но думаю, что все, что не делается, делается к лучшему, в каком плане. Не только от того, что там получил я лицензию европейскую, но и также понюхал, говорят, украинского пороха. То есть, поработать в разных чемпионатах, посмотреть уровень команд, отсюда и свои возможности. Я считаю, что тренинг должен всегда быть в деле. Или непосредственно в практическом, или в теоретическом. То есть, поэтому я сейчас только вот немножко отдохнул, а так я анализирую и матчи. И вот очень интересный материал был в Южной Америке, Кубок Америки когда был. И внимательно смотрел, и чемпионаты, что не посмотрел, то записал. Поэтому сейчас анализируешь эти игры, и уже идет как бы творческая такая работа. Когда команда в таком состоянии, туда ничего не лезет, а в твои ворота все, что можно влазить. Поэтому что-то говорить об игре, когда такие нелепые голы. Литва, 180 километров, это то же самое, что в Беларуси. Климат тот же. Отношения все-таки сохранились еще с советских времен. Поэтому пока работает нормально. По-всякому бывает. Потому что еще все-таки они не перешли на новые рейсы. И еще осталось немножко от тех с прошлых времен. Менталитет футбольный. Поэтому большой разницы такой резкой нет. То, что было у них раньше в футболе, сейчас они пытаются возродить. Вернуться к лучшим своим временам. Но тоже есть проблемы, проблемы. Поэтому тяжело становиться на ноги клубом. Нет еще хорошей базы финансовой. Схожая, схожая проблема с Беларусью. Одна из причин, которая всегда перевешивает Литва, там мне нечего с русским языком делать. Мне только тренировать надо. Все остальные вопросы решают граждане Литвы. Я думаю, что футбол всегда может удивить любого специалиста и болельщика. Когда это есть настоящий футбол, красивый футбол. Когда ты видишь ее красоту в исполнении лучших футболистов, лучших команд мира. Да, может быть, что-то это знакомое. Но всегда удивляешься, насколько это красиво. Когда это действительно классно. За полем, наверное, так же, как и у болельщиков, такие вот тренеры эмоции больше, чем на поле у игроков. Потому что на поле ты в игре и как-то играешь. А за полем все-таки все в ожидании чего-то такого хорошего. Может быть, где-то и нестандартного, а может быть, и наоборот, того, что ты хочешь увидеть. И вот оно когда воплощается. Поэтому я считаю, что когда смотришь футбол, эмоций больше. Одна из первых глав была бы посвящена Льву Ивановичу Яшу. Потому что те встречи, которые были, они были не очень частыми, но короткими. Каждая встреча давала что-то тебе, как футболисту. Видя эту личность, общаясь с этим человеком, насколько он был прост, и насколько его слова о футболе были доступны. Действительно остаются как бы девизом тому, кто работает в футболе. Ну, конечно, это тренеры, которые были у меня, мои учителя. Я считаю, все тренеры, которые, начиная от Евгения Ивановича Горянского и заканчивая минскими, динамовскими тренерами, каждый из них дал определенную лепту в мое образование. И отсюда дослужить только теплых слов. И те тренеры, которые в сборной были, когда я, и Убецко, и Убоноско, и Малафеев, и тот же Халкаци, когда был в сборной. Каждый тренер имеет свою изюминку, имеет что-то такое, что нужно обязательно черпать и применять как игроку, так и в будущем как тренеру. В период 25-29, вот я думаю, вот этот возраст, он понимает уже хорошо футбол. И насколько, я думаю, более он начинает понимать чуть-чуть по-своему, чем тренер, он, видимо, и начинает задумываться, а почему бы. Вот то, что у меня есть, сейчас появилось верное, но не верное представление о футболе. Чтобы это донести, попробовать предварить жизнь. Поэтому я где-то вот в этом возрасте и решил получить второе образование, уже специальное, физкультурное, тренерское, и пошел уже четко представлять, что я хочу. Ну, это первый матч официальный, поэтому в новом составе, и немножко еще сыгранность не та, поэтому и вот это волнение стартера. Мы понимали, что будем играть от обороны, но, тем не менее, выстрелить двух нападающих. И в первую очередь роль этих игроков заключалась в том, чтобы команда обороняется и выходить через них в атаку. В первом тайме, когда это получалось, были неплохие моменты. Во втором тайме, к сожалению, вот этот 10-8-минутный провал, прижались к своим воротам, а когда выбивали мяч на нападающих, то они ничем не помогли. О какой-то контр-игре сегодня кто-то говорит даже и нет смысла, потому что если ни тактики, ни функциональной подготовки, не нужно уделять внимания от того, что должна учить детская спортивная школа, остановить мяч и отдать мяч. А у нас игроки даже этого не могут сделать некогда. В каком футболе можно говорить? Пока финансы не позволяют играть на высшую лигу, выйти, чтобы опять улететь в первую, поэтому нужна хорошая база по игре, еще не соответствуем высшей лиге. Главное было выиграть, потому что мы знали, что игра будет тяжелой. И выиграли, мархеля не было, а выиграли. Поэтому нашли еще одного бомбардира своего, биончика. Поэтому результат главный был, он сделан, а уже будем смотреть дальше. Когда идет полулюбительская подготовка, то какие-то итоги подводить мне не хочется. Поэтому ребята играли, главное, что отдавались в каждой игре, и я им за это благодарен в этом сезоне, потому что действительно в «Сквича» играют те футболисты, которые любят футбол прежде всего. Пока еще рано быть довольным, еще работы не початый край. Пока мы на больших полях не начнем тренироваться, сдвигов быстрых ждать тяжело. Пока по залам бегаем, поэтому и такие сумбурные игры идут у нас. Установки не было сидеть в окопах. Как могли, старались раскрепостить команду. С одной стороны, проиграть «Батынь» не так уж и стыдно. Поэтому хотелось сыграть более активно, более... все-таки, а вдруг... Ясно, что «Батынь» удалось бы нам ошибаться, но все равно такие ошибки. Детский сад. Поэтому что-то говорить. Будем надеяться, что хотя бы за первый круг уже допустили все свои ошибки. Больше не будут делать игроки. Шестер за минуту! Шестер за минуту! Шестер за минуту! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok